Дежурная караула Восемь с утреннего развода На боевое дежурство пожарные заступают на 24 часа Равенение на середину Товарищ полковник 1-й круг сдачи боевого дежурства готов Докладывал помощь начальника рула Старший прапочник Богачев Здравствуйте, товарищи Здравия желаю, товарищ полковник Вольно После развода начинается смена караула Боевой расчет, принимающий дежурство Проверяет пожарную технику и вооружение Цистерны всегда должны быть наполнены водой Специальной емкости, пенообразователя Пожарные стволы и инструменты Тоже должны находиться на своих местах И в исправном состоянии В этом деле важно все до мелочей Работа по приемке транспорта И пош-оборудование идет быстро Но скрупулезно Пожарные поднимаются даже на крышу пожарного автомобиля Там находятся лестницы и лафетные стволы Особое внимание проверки радиосвязи После любого выезда машина укомплектовывается Также заправляется огнетушающими веществами Также машина подготавливается к сдаче дежурства Моется, чистится ПТВ смотрит, чтобы не было никаких проблем Чтобы они не были ни сломаны, ни потеряны Соответственно, относится так, как Никто не знает, что будет дальше И машина должна быть полной боевой готовности Чтобы на любой выезд, даже ложный Чтобы у нас все было в порядке Руслан Фархудинов в пожарной части работает уже почти 14 лет Считает, что это служба для настоящих мужчин Собранный, ответственный, надежный Готовый всегда подставить дружеское плечо С таким не страшно и в вагоне воду Руслан боевое крещение прошел в первое же дежурство Горел вагончик на промзоне К сожалению, с погибшим был Вот такая вот ситуация То есть боевое крещение у меня такое было За плечами у него огромный опыт За эти годы повидал всякое Но каждый раз, отправляясь на вызов Испытывает чувство волнения и тревоги Вдруг поздно сообщили о пожаре Вдруг не успеют Есть ли пострадавшие Мысли бывают разные Я в голове сразу проматываю Что я буду делать Каким образом я буду это выполнять Слушаю также команды начальника караула При этом я уже морально подготавливаюсь К выполнению своей боевой задачи Внимание, член для тревоги ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На старт, внимание, марш! Двадцать секунд! Двадцать секунд! Двадцать секунд! Аппараты хранятся в машине уже с подключенной маской в чехлах. По прибытии перед каждым включением командир отделения дает команду звену проверить дыхательные аппараты. Каждый газодымозащитник делает рабочую проверку. Длительность рабочей проверки не должна превышать одной минуты. Второе. Проверяется дыхательный аппарат на разрежение. Прикладывается маска к лицу, делается 2-3 вдоха. Должно быть, соответственно, сопротивление дыхания. Такой дыхательный аппарат весит свыше 12 килограммов. А вместе с боевой одеждой и со всем снаряжением наберутся все 30. Плюс пожарная рукава и стволы. Поэтому работник службы 0-1 должен быть настоящим атлетом. Ведь в таком обмундировании нужно еще и активно двигаться. Наращивать мышцы и укреплять тело огнеборцы регулярно приходят в спортзал при пожарной части. В распорядке дня дежурного караула предусмотрен час физической подготовки. Занимаются огнеборцы и другие свободные от службы дни. В их распоряжении тренажеры, есть место для разминки и бега. Марат Мударисов сегодня не в смене. Чтобы быть в форме, в спортзал приходит минимум трижды в неделю. Марат – начальник караула. В части работает уже 5 лет. Он человек с северной закалки, родился здесь, на Ямале. О работе пожарного мечтал со школы. Прошел медкомиссию, поступил в Москву, отучился. Все понравилось, затянуло. Профессия хорошая, благородная. Что называется, все тяготы службы познал еще участь в академии. Вместе со сослуживцами, курсантами участвовал в ликвидации последствий наводнений сначала в Крымске, а после и в Благовещенске. Помогали населению, в основном пожилым. Там было село Белогорье. Мы там целый месяц располагались и, получается, помогали населению восстанавливать их жизнь и быт. Вот такие герои сильные духом мужчины работают в пожарной охране. На приеме, Казань. Проверка радиосвязи. Проверка радиосвязи. Слышу отлично. 10.51. Повторите водную. Поступила водная. Провести боевое развертывание с подачей двух стволов А на тушение условного пожара. У дежурного караула вновь плановые учения проходят на территории пожарной части, чтобы в случае реального ЧП пожарные смогли в считанные секунды выехать на вызов. Евгений Генчу – начальник караула. На сленге огнеборцев – начкар. Тоже родился на Ямале. Отучился в Петербурге и вернулся на родину. В его подчинение 15 человек. Молодой командир, авторитет, завоевал сразу. Во главу глав ставить, несмотря на то, что у всех есть обязанности, находить такие пути, которые, так сказать, бы выполняли и служебную задачу, но и о сотрудниках, как о людях, не забывались, так сказать, что проявлять в какой-то мере человечность, понимание, но и первонаперво выполнение служебной задачи. Можно отсюда подать огнетушечие вещества, ну, или воду, или пену, не выходя из кабины. Альберт Гельманов о современном пожарном автомобиле готов рассказывать часами. А сравнивать ему есть с чем. За годы службы в пожарной охране он успел поработать на старом, добром Урале, а сейчас управляет новенькой и века. Говорит, это настоящее чудо техники. Удобный, комфортный, оснащенный всем необходимым оборудованием. А еще одно из многих отличий нового авто от старого – это то, что в салоне находится только два человека. Здесь я еду с командиром отделения, бойцы выходят именно в бойцовское отделение. Именно мы с ними общаемся, как бы вот планшет, и у них там тоже планшет. И вот сюда нажимаешь, и с ними уже можно как бы вести связь, и их там уже видно. Вот так нажимаешь, и их все здесь видно. И как бы можно переговоры вести через планшет, видеосвязь, как бы говорится. Альберт пришел на эту службу 8 лет назад. Водитель высшего класса. Может управлять любой техникой. Его задача – быстро довести пожарную команду к месту вызова, установиться на пожарный гидрант и обеспечивать бесперебойную подачу воды или пены. Он знает город, как свои пять пальцев. Считанные секунды готов построить кратчайший маршрут к любому жилому дому или объекту. Как и другие водители пожарных машин, он всегда в курсе, на каких участках дороги ведутся ремонтные работы или где неисправен гидрант. У нас начальник караула собирает, ознакомливает, где перекрыты дороги, какие гидранты там неисправны. За это мы все расписываемся, все до нас доводится. Пожарно-спасательная служба. Знакомьтесь, это радиотелефонист Анна Бурова. Погоны сержанта она носит уже 12 лет. Человек стрессоустойчивый и внимательный. Такими качествами должен обладать каждый сотрудник ЦППС – центрального пункта пожарной связи. А еще годы службы и богатый опыт придают ей уверенности в своих силах. Она молниеносна, без лишней суеты и волнения реагирует на любые сообщения. Но так было не всегда. В первые годы приходилось непросто. Было страшно, да. Я когда был самый первый пожар мой, и который мне, ну, надолго это мне запомнился, да, который я сейчас даже помню, когда это горело в 2009 году, это горело УКЗ, когда много наших ребят пострадало, что действительно было страшно. Что я пришла домой, что я и там поплакала, и всякое бывало. Что я думала, что не смогу я работать здесь. А сейчас Анна не представляет своей жизни без родной пожарной охраны. Хотя эту работу легко не назовешь. На дежурство радиотелефонисты тоже заступают на сутки. Нужно быть все время на чеку. От действий сотрудника ЦППС зависит многое. Получив звонок о пожаре, нужно немедленно оповестить все службы жизнеобеспечения города, держать постоянную связь с боевым расчетом и далее по списку. Анна признается, хотя в этот момент они не находятся в эпицентре событий, мысленно всегда там, на месте ЧП, рядом с коллегами. Хочется в этот момент, вот именно когда ребята выезжают, когда разговариваешь с начальником караула и с руководящим составом, очень хочется попасть именно туда, не сидеть здесь, да, и думать, что там происходит, да, когда иногда там долго не выходят на рацию или еще что-то. Что действительно хочется туда попасть и все это увидеть своими глазами, что там действительно происходит. И ждешь, когда там, например, ложный вызов, и, господи, слава богу, что так, что ребята все сейчас приедут на место и все. Сегодня дежурство боевого расчета и вправду выдалось спокойным, без тревожных звонков. И, как мы убедились, даже если нет выездов на пожары, день караула расписан буквально по минутам. Учебные выезды, тактические учения, теоретические занятия в классе, физподготовка – это неотъемлемая часть их работы. Только так пожарные могут оттачивать свое мастерство, чтобы в случае пожара действовать четко, слаженно, оперативно. Пожелаем им сухих рукавов.